Не дадим вернуть страну в 90-е. Это только один из лозунгов, с которым сегодня вышли на митинг работники Зеленодольского завода имени Серго. Они призывали к стабильности и сохранению нынешнего курса. Поддержали кадетов президента Владимира Путина, как нынешние сотрудники, так и те, кто уже давно на пенсии. На час работы в цехе встала. Впрочем, для завода это пустяки. Серго лидер по производству медицинского холодильного оборудования. Недавно тут начали выпускать встраиваемую технику. Предприятие вытащили из кризиса за считанные годы. Но здесь хорошо помнят 90-е, когда предприятие останавливалось на неделе, а люди месяцами не получали зарплату. Всегда переживали. Когда мы приезжали, там дверь стояли, смотрел на вас. Мы даже зарплату не просили. Я никогда это не забуду. У этих женщин, у меня еще часть, наверное, здесь, среди вас стоят, говорили лишь на работу, лишь на ходить на работу. Такое не забывается. Максим пришел на завод сразу после окончания университета. Проработал два года, сейчас он уже на руководящей должности, поэтому уходить с предприятия не собирается. Мне нравится, что молодежь, работающая на этом заводе, в том числе и я на своем примере могу это сказать, видит перспективы своего развития. Я учился на своем опыте, и думаю, у каждого может получиться здесь это. Сейчас Серго уверенно развивается. Работники стабильно получают зарплату. И на митинг пришли, чтобы заявить. Потрясений они не хотят. Здесь стабильная зарплата, и все-таки развитие какой-то есть завода. Мы, в общем-то, весь наш коллектив рабочий, конечно, чтобы стабильно, чтобы были заказы. Заводчане уверены, смена курса только навредит, тем более, что в планах у них освоение новой перспективной продукции. Ксения Жаркова, Илья Шорин, Вести Татарстан, Зеленодольск.